привет нашим 323 подписчикам стабильность это тоже хорошо с вами как всегда андрей и ольга друзья всем привет и сегодня мы решили поднять животрепещущую историю или ситуацию разговор тему тему мы решили сегодня поднять животрепещущую тему которая просто шумит на всех экранах телевизора в интернете и везде и поговорить о сидре да мы решили немножко приодеться одетки парики очочки потому что сидр наверное напиток летний свежий и зачастую его пьют наверно какую-то солнечную летнюю погоду поэтому у нас такой отчасти летний выпуск да но разговор будет серьезный все-таки мы решили его привязать к информационному шуму шуму до который сейчас идет на телевидении это мистер сидр мистер сидр который потроил кучу народу в самаре и других регионах решили разобраться вообще в принципе в вопросе сидра почему так произошло кто виноват и почему такие что делать чтобы не попасть такую ужасную ситуацию все кто нас посмотрят обезопасить себя можно сказать от смерти сегодня мы будем вашими ангелами хранителями так или иначе да мы постараемся предостеречь тех кто не в курсе и обсудить эту тему друзья так что будет интересно не забывайте поставить лайк подписаться и быть с нами на одной волне начнем наверное самого как не актуально важного в принципе что такое сидр да начнем со снов до соснов я хотел бы сказать то что когда вот пример на этикетке написано сидр это не всегда сидр что такое сидр вообще нужно первым делом чтобы убедиться что напиток действительно сидр нужно посмотреть на состав из чего этот напиток сделан давайте ближе к делу что такое сидр сидр это как минимум это яблоко да есть напиток из яблок ну вообще да то что основа основа основ на основе яблок основа основ это яблок перед тем как начать я предлагаю нам разлить все таки у нас на столе два сидра но нам надо рассказать про то что у нас на столе в двух словах расскажем у нас есть два представителя сидра есть один сухой это из зеленых яблок полусладкий 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 такая это вводит людей в заблуждение тоже полусладкий но это разы а ну да кстати важный момент по поводу зеленого и красного яблока не красный разы ну разы да я имею ввиду разы и красные сидр это разные есть красный сидр есть красная почему он красный знаешь но она из красных яблок видишь но точнее не тот что из красных яблок не из любых красных ягулок из определенных яблок вот-вот первое вам момент которое надо участь то что сидр делается не из всех яблок вообще не из любой точнее не всех они из левых я бы вообще есть есть вот так уж разобраться и немножко уйти в историю а есть специальный сорт яблок который именно из которого точнее делается сидр. Там есть два важных показателя, это танины и кислотность. Вообще сидровые яблоки по своей структуре их есть невозможно, они слишком кислые и тонинные, и ты будешь как кислую стельку жевать. А, рябину, как рябину. Я думаю, что это также как с виноградом, потому что виноград, который идет на производство вина, он в употреблении как в чистом виде как виноград, он не особо, наверное, подходит. Так, Ольга, с какого-то это начнем? Сладкого, зеленого или сладкого? Это оба полусладких. Я предлагаю начать с зеленого и потом розе. Я пока развиваю, ты можешь пока рассказать про виды сидра. Ну, даже, наверное, стоит сказать не о конкретно видах сидра, а о том, что есть сидр, что не является сидром. Если в составе на первом плане, ну, не важно, если вообще в составе стоит либо восстановленный яблочный сок, либо концентрированный яблочный сок, то, увы, это не сидр. Это, ну, сидровый напиток, это какой-то алкогольный лимонад или, я не знаю, назвать его, наверное, можно как угодно, но к настоящему натуральному сидру это не имеет никакого отношения. И если на этикетке будет написано сидр, а в составе будет стоять восстановленный яблочный сок или же концентрированный яблочный сок, забудьте, это не сидр. Сидром будет являться напиток в том случае, если будет в составе либо виноматериал яблочный, либо сок прямого холодного отжима яблочный. Предлагаю первый тост поднять за то, что вы читаете этот состав. Не верьте этикетке, а доверяйте составу. Хотя там тоже могут обмануть, да, по сути? Да, по факту, конечно, написано, может быть, тоже все что угодно. Но если вернуться к теме последних печальных событий, то, конечно же, напиток, которым, к сожалению, к большому люди отравились, он не имел абсолютно никакого отношения к сидру, и сидром называться в принципе не мог, потому что это, ну, помимо того, что это был контрафактный товар, это еще и, ну, просто был какой-то сивушный напиток за три копейки, судя по всему. Отравиться, наверное, можно чем угодно, но напитком дешевым, низкого качества, в принципе, даже если бы он не был там какой-то контрафактный, да, сам по себе с очень низкой ценой, им, наверное, отравиться проще, чем напитком. Ну, я думаю, просто не станут, скорее всего, не станут подделывать напиток, который будет настоящим сидром, потому что, ну, это будет сложно, и зачем? Да, конечно, вообще, изначально сидр не дешевая, как продукт, то есть, чтобы сделать хорошие качества, настоящий, точнее, чтобы сделать настоящий сидр, это прям реально вложение, это дорого, потому что, как минимум, это нужно яблоки. И почему вообще первый же призыв, точнее уже второй, да, первый – это читать состав, а второй – не верить этикетке, когда написано сидр, это не всегда есть сидр, потому что на этикетке можно написать все, что угодно, а вот что будет в составе, в этом как раз и вся проблема. Люди видят, так, о, сидр, я хочу сидра. Опять же, если коснуться злополучного этого или плохого мистера… Мистер Сидр. Или Сидр Мистер, да, Мистер Сидр, да. Он, конечно, подпортил вообще, в принципе, репутацию сидру. Для тех людей, кто не в курсе. Вообще не в курсе, да, что такое сидр, но благодаря тому, что вы смотрите наш канал, вы теперь будете знать, что такое сидр. Ну, вам будет проще разобраться, знаю, да. Как минимум, будет проще разобраться, да. Мы обсуждали этот вопрос и пришли к такому мнению, что в основном люди, которые потравились тем сидром, это люди, которые покупали очень дешевый продукт, то есть они видели дешевый сидр и они его покупали, да. Как вы, наверное, уже все знаете или слышали, а те, кто не слышали, там была подмена этилового спирта на метиловый спирт. И метиловый спирт является ядом. То есть 50 грамм метилового спирта – это прямой путь к слепоте. 50 грамм, по-моему, это уже смертельная доза. Ой, миллилитр. Это не ждать, это уже прям ослеп, а 100 грамм – это уже летальный исход. И самое, что ужасное, то, что метиловый спирт по вкусу от этилового практически никак не отличается. Не практически, а вообще не отличается. Да, что это вообще никак нельзя понять и нет такого, что ты там почувствовал какой-то вкус или запах и сразу понял, что это отрава и перестал ее пить. То есть так это не работает. И да, тут сложно, конечно, разобраться и вся эта очень грустная ситуация. Да, тут люди – это не то, что, наверное, какие-то там сильно пьющие. Просто люди не могли, в принципе, определить, что это контрафакт. Тут только проблема в том, что это действительно был дешевый продукт. И подделка эта, она, конечно, имела место быть, что… Погубили. Вряд ли бы стали подделывать что-то в другом ценовом сегменте. Вот к чему я веду. Да. Так что вопрос, ребят, точнее, вопрос, а опять рекомендация – не пейте дешевый алкоголь. Вообще, в принципе, дешевый алкоголь. Он всегда подразумевает под собой. Лучше не пить ничего, чем пить совсем что-то дешевое и неизвестно какого вообще происхождения. Наверное, каждый должен понимать о том, что за суммой товара скрываются определенные издержки. И чем ниже стоимость товара, тем, значит, использовался менее качественный продукт для изготовления. Ну и, соответственно, на контрафакт нарваться тоже проще. Ну да. Что ты скажешь про наш сидр? Мы пьем, наверное, не самый лучший представитель сидров, но так или иначе, это все, что нам удалось найти. Я очень отлично отношусь к этому прекрасному сидру-бузе казахстанскому. Он сделан, несмотря на свою невысокую цену, из яблочного виноматериала. Хоть там и добавлен сахар, что, в принципе, для сидра, ну, это не очень хорошо. Ну, за свою цену я считаю, что это прекрасный напиток, который обладает достаточно таким приятным, действительно, яблочным ароматом. Ненавязчивый у него такой вкус, не химозный абсолютно. Он действительно со вкусом такого очень лайтового яблочного сока натурального. Имеет такую среднюю карбонизацию, очень легкий, и сахара в нем не так много пьется легко, очень освежающий напиток. Ну, я не знаю, для меня это прям из этого ценового диапазона, это прям топчик. Ну, хороший летний напиток, прям приятно его попить, утолить им жажду. При этом, конечно, в нем и есть алкоголь, по-моему, 6-ти градусный, да? Да ладно. А, 7-ти, даже 7 градусов. Я, честно говоря, даже не знала, пью его не первый раз, но в нем совершенно не ощущается такое количество алкоголя. Я очень удивлена сейчас. Да, но при этом алкоголь не чувствуется вообще ни на вкус, ни на запах, он такой отлично скрытый, оно как минимум 7 градусов. То есть, это коварный напиток, в том плане, что ты его пьешь очень легко, можно прям как лимонад его употреблять, но эффект в любом случае последует, 7 градусов есть 7 градусов. Да, надо с ним быть осторожным. А, разве тоже 7? Да, по-моему, тоже 7. Да, 7 градусов, да. Ну, по сути, это один и тот же напиток, просто здесь добавили на этот... Да, он разве не за счет того, что это какие-то специальные яблоки. Да, здесь добавлено вишня, как сок. Вишня и сок черной моркови, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, то есть, это, как бы, такой, тоже не сказать, что он самый лучший сидр. Конечно, это простейший масс-маркет, но по вкусу для такого продукта, мне кажется, что это очень хорошо. Давайте двигаемся дальше. Вообще, в принципе, расскажу вам в двух словах о том, что такое вообще, в принципе, сидр и как его готовят. Сидр. Как я уже ранее сказал, для этого в идеале используются специальные сидровые яблоки, из которых готовят сидр. Самый основной критерий в них – это кислотность и тонин. Ну, конечно, не все используют специальные яблоки, но это основа основ. То есть, мы берем сейчас, как, основы, да? Классическую версию. Классическую версию приготовления этого сидра. Значит, у тебя, ты собрал эти яблоки первым делом, вторым делом их надо помыть. Ты помыл их в обычной воде, а так как плотность яблока, она выше, оно в воде не тонет, и в этом плане очень легко их мыть. Дальше их надо переработать в мезгу, если правильно помню это слово. То есть, ты их перемалываешь в специальной мясорубке условной, разбиваешь кожуру, разбиваешь само яблоко. При этом используется и косточка там остается, и веточка остается. То есть, это все в этой мезге остается. Потом эта мезга, как получается, ты ее закидываешь в определенные емкости. В этих емкостях она там пару часов, там от 3 до 7 настаивается. И следующий этап, это надо выжать из этой мезги именно сок. Вот здесь как раз появляется понятие сидр прямого отжима. Сок. Сок прямого отжима. Ой, я сказал сидр. До сидра там еще далеко. Кто-то уже подрелил сидра. Я под сидром, да. Сок прямого отжима. Эта вся мезга там под прессом, самое лучшее, есть в центрифуге. И лучший результат или там хороший результат считается то, что 75% вот этой мезги отжимается в сок. Ну, это очень много. Да, то есть, условно от 100 кг яблок вы получаете 75 литров этой жижи. Наверное, очень сочные яблоки должны быть. Ну, да. Опять же, специализированные яблоки в зависимости от сочности, от яркости. Например, в Санкт-Петербурге есть пивоварня сидр... Сидрерия или сидрамилия. Сидрерия. Токсовская. Да, Токсовская, да, Токсовская. Они вообще... Как бы святой замахнулся. Да, ну, мы с ними знакомы, с этими ребятами. Они, условно, ездят по Ленобласти, собирают яблоки с дачных участков, там, не знаю, с заброшенных дачных участков. Да, это всюду. На данной должной у них есть разные сидры. У них есть, я думаю, что и сидры, которые из определенных сортов. Ну, может быть, это... Ну, их здесь шикарный пятнат вообще. Ну, пятнат, там просто используются эти шампанские дрожжи. Да, но там технология такая. Ну, ладно, не будем углубляться. Мы можем, да, углубиться. Суть, продолжаю. Значит, сок отжали. Потом из этого сока есть опять два варианта, да. Как с этим соком прямого отжима поступить? Первый, самый крафтовый вариант считается то, что этот сок должен заразиться этими дрожжами, дикими дрожжами, которые есть на яблоках. То есть, яблоко, когда висит на дереве, оно в любом случае чем-то там опыляется, у него внутри какие-то процессы происходят. То есть, у него есть микроэлементы. Микроорганизмы. Микроорганизмы, да, которые есть. И когда ты все эти процессы делаешь, они в любом случае остаются в соке. И то есть, вообще считается идеальным и самым таки крафтовым подходом, это когда вот они заражаются именно своими дикими дрожжами. И тогда вкус получается истинный. Он такой вот самый настоящий, самый природный. Мне кажется, сейчас это большая редкость. Сейчас, наверное, по большей части используются культивированные дрожжи. Ну, так или иначе. Этот процесс есть, и он существует. То есть, здесь уже расходятся на два варианта. Либо они заражаются именно дикими дрожжами, либо ты добавляешь определенные дрожжи, которые начинают там это все, процесс бродить. Потом это все бродит, потом это все отсаживается и разливается по бутылкам. Ну, в принципе, вот тебе получается натуральный сидр, который именно сидр. А потом дальше есть разветвление. Вариации, да. Вариации, которые именно делятся там на этот концентрированный сок, на восстановленный сок. Ну, это уж совсем. Это уже не сидр. Потому что есть сидр, который, например, тот же масс-маркет. Ну, если взять там Бузи, можно также взять, в пример, Святой Антон, который выпускается массово. В принципе, тоже вполне себе съедобный продукт. Ну, туда также добавляется сахар. И я думаю, конечно, там не идет речь о какой-то индивидуальности в плане вкуса. Ну, вот по поводу Святого Антона. Могу вам рассказать то, что Святой Антон – это забыл с какого-нибудь года… 2000-го, по-моему, если мне память не изменяет. Не-не, какого 2000-го? Ну, там прям что-то вот типа… Да, ну да, сейчас 2023. Они были вообще чуть ли не первыми, кто делал сидр в России. И натуральный сидр. Не химозный, без консервантов. Ой, точнее, не, что говорю, не без консервантов, без ароматизаторов, хотел сказать. Опять же, по Святому Антону могу сказать то, что у них есть свои плантации, эти яблочные плантации. Серьезно? Да, да, да. Под Москвой у них прям свои яблочные плантации. И причем они делятся там, по-моему, на три вида. То есть, есть основная плантация яблок, где они собирают потом есть какая-то вторая, и есть эксклюзия. Они прям сами высадились, сами вырастили. Да, и причем это история от деда. Там дед выращивал, сажал эти яблоки. То есть, специально для сидра? Специально для сидра. То есть, вообще, Святой Антон – это прям сидрерия полного цикла. Дед, наверное, был Антон. Святой. Святой Антон, судя по всему, раз в плантации. Ну, конечно, эту историю мы не знаем, надо будет углубиться. Но это очень интересно. То, что у них есть прям реально три плантации. По-моему, они еще даже в каких-то разных городах выращивают. У них есть тоже свои эти яблочные плантации. То есть, у них есть специализированные, которые не идут в масс-маркет на продажу, а идут именно в крафтовые какие-то направления, на всякие соревнования, где тестируют, даже не фестивали, а конкурсы. Конкурсы сидродел, да, у них все серьезно. Это даже несмотря на то, что они представлены в таких перекрестках, масс-маркетах. Я понимаю, что серьезные какие-то сидроделы, они их не рассматривают, как, ну, вообще, как хороший продукт, как сидр и так далее. Я так понимаю, что это всегда немножко, ну, такое. Не, не, я же тебе объясняю о том, что у них есть поля для масс-маркетов, условно, да, там, для общего масса. А, что у них есть еще какое-то крафтовое производство, типа, более такое. Не, не крафтовое производство, у них есть специализированные яблоки, которые именно под сидр. Нет, так я не про это спрашиваю, ну, точнее, я не спрашиваю, а не про это говорю, что, ну, то есть, у них есть другие продукты, не только то, что стоит на полку. Конечно, да, конечно, конечно. Все, понятно, я просто не знаю. У них есть там 075 бутылки, там, с этой, с бутылкой, как, с этой, с пробкой, как, конечно, под шампанском. Я просто не видела. Не, не, у святого тона достаточно широкая линейка, то, что мы видим в магазине этот, полусухой и розе. Полусладкий у них, пуары и розе. А, пуары, кстати, да, еще из груш, да, точно не делают. Они все полусладкие, все эти три, они полусладкие. Да, то, что, наверное, я по поводу сладости не это. То, что идет, как его, для общего доступности, это не говорит о том, что это вообще, в принципе, их объем. У них эти танки стоят, по-моему, по 20 тонн у них стоят эти ЦКТ. Слушай, ну, к ним всегда относятся очень, как бы, так. Их не оценивают. Я точно могу сказать, по крайней мере, от себя, я могу сказать, что это 100% натуральный сидр. Они никаких консервантов туда не добавляют. Это даже по вкусу заметно, несмотря на то, что они относительно бюджетно стоят. И по вкусу действительно они, у них нет химии вот этой какой-то во вкусе. И даже цвет у них нормальный, адекватный. То есть он либо такой лайтовый, желтенький, если это будет там яблочный или пуары. Либо это в розе будет такой чуть-чуть розоватый. То есть не будет никаких кислотных цветов, как обычно бывает в каких-то непонятных напитках, куда добавляют кучу красителей и прочей фигни. Ну, к ним нет вопросов вообще. Для знакомства с сидром, мне кажется, это идеальный вариант. Так, мы слишком заболтались по поводу нашего первого образца, еще даже не перешли ко второму. Я предлагаю сделать небольшую паузу. Мы вам быстренько ускорим и перейдем к следующему образцу. Поехали! Ну что, переходим к нашему второму образцу. Это розе. Что скажешь про розе? Ну, сейчас ты нальешь, я скажу. Так что по поводу сидра. Вот у него розовый цвет, надеюсь. Как должен выглядеть относительно натуральный сидр розе? То есть, он, конечно, свет может немножко искажать, но он не должен быть никаким кислотно-розовым, никаких ярких оттенков. Это вот чуть такой розоватый напиточек. Ничего безумно яркого быть не должно. Опять же, если мы говорим о настоящем сидре, сидр розовый, он есть и имеет место быть. Но вот этот цвет розовости добавляется именно за счет яблок. Есть специальные яблоки, они, когда их кусаешь, оно розовое. Но опять, это сидровые яблоки. То есть, они не продаются где-то там в общей доступности. Вы есть их не сможете. Они просто вам свернут лицо, потому что у них тонинность безумная. И за счет этого добавляется именно цвет. Если говорить о ней... Ну, то есть, у них розовая мякоть. Мякоть, да. И сок тоже, соответственно, розовый. Это натуральный цвет. Это не красители, не добавки. В нашем случае, к сожалению, это здесь добавлена вишня. Здесь это не натуральный цвет. Я думаю, что это тот же самый белый бузик. То есть, мы сейчас, так скажем, обсуждаем и с вами презентуем, там, я не знаю, пробуем. Я про морковь соврала. Нет, здесь никакой моркови. Нет, здесь только вишня есть. Видимо, вишенкой немножко подкрасили. Причем вишневой сок, наверное, добавлен. Сок, да, сок вишня. Добавлено немножко, потому что такой, он не плотно, как а светло-розовый. Да, ну, вообще... В цвет попали. В принципе, да, розовый, синдром, так и... Ну, аромат у него отличается. Он пахнет ягодами. Я бы даже не сказала, что пахнет вишней. А помимо яблок, у него на заднем плане есть какая-то ягодная такая немножко история. Ну, не знаю, насколько это вишня, не вишня, но, наверное, это... Момент сока. Вишня чувствуется во вкусе. Во вкусе? Ты уже попробовал? Да, я то, что сделал глоток. Вишня немножко чувствуется. Опять же, вот для тех, кто впервые попробует сидр. И вообще, в принципе, кому интересна эта тема, в настоящем сидре, в хорошем сидре, вы всегда почувствуете гнильцу яблока. Это... Ну, не всегда. Ну, в основном, вообще, гнильца яблока – это нормально в сидре. Это не говорит о том, что он плохой. Это как раз говорит о том, что он хороший. А почему это происходит? Потому что сок делается из прямого отжима, там и косточки, и вот эти веточки, это всё там присутствует. И за счёт этого, когда происходит брожение, условно, совсем, грубо говоря, яблоко немножко гниёт. И вот это там, когда происходит процесс брожения, это остаётся и для хорошего натурального сидра, это нормально. Это показатель благородности вкуса как раз. Да-да-да. И это для многих людей, которые впервые пробуют, вот когда они там пили какие-нибудь Честер, лист там, ещё что-то. Что вообще не является сидром в принципе. Что не является сидром, они пробуют, когда нормальный, точнее, настоящий сидр, их это пугает и думают, что за фигнём мы попробовали, это вообще чушь какая-то. Нет, это хорошо. И к этому надо прийти. Вот. Что предлагаю, наверное, тогда немножко наш дискусс закрутить, потому что мы очень много про это знаем, и очень много про это говорим. Я хотела сказать про то, что всё-таки розовый, он не такой кайфовый, как белый. Советую начинать с белого, потому что белый, он более такой приближён максимально к натуральному сидру, несмотря на наличие сахара. Ой. Розовый всё-таки он гораздо слаще, и у него есть какой-то вот этот побочный вкус, такой ягодный. Ну, вероятно, это вкус вишнёвого сока или чего-то такого. Ну, это прям небо и земля. Розовый, он, конечно, гораздо проще, и гораздо такой у него более дешёвый вкус, чем у белого. Лично по мне, скажу так, я не люблю присутствие сахара в составе в сидре. Потому что он... Но его выкинь не должно. Да, ну, они же бывают сладкие, там, полусладкие. Ну, это масс-маркет, и тут как бы... Да, потому что это такой упрощает вкус для того, чтобы максимально людей его поняли, приняли. Надо было достичь 7% алкоголя. Да, кстати, сахар нужен для дрожжей, для того, чтобы дрожжи кушали сахар и выделяли алкоголь. Вот, но я вообще-то предпочитаю больше сухие сидры, потому что он максимально приближен к натуральному, и тогда ты можешь прям максимально почувствовать вкус вот этого настоящего вот этого яблочка, которое перебродило и превратилось в интересный, прекрасный продукт. А можно я скажу? Если вы хотите действительно познакомиться с миром сидра и узнать, что это такое на самом деле, то не пожалейте денег, раскошельтесь и попробуйте испанские, французские, английские сидры. Это совсем другое дело. Это действительно яблочное вино в полной мере, и там действительно огромный букет вкусов, которые передают вот яблочки, да, и там можно открыть для себя не только вкус яблок, но так же, как и в вине. Зачастую мы чувствуем какие-то вкусы и ароматы, которых в винограде как бы нет, да, но при сочетании, как это правильно говорится? Ну что, нет, дает именно ассоциацию с каким-то там вкусом. Зачастую бывает такое, что в вине мы чувствуем те вкусы, которых в принципе быть не должно, да, но это очень интересный опыт. И также и сидра, потому что по сути вообще сидр это и есть яблочное вино, и может быть действительно очень разнообразный букет вкусов. Для меня лично Франция, наверное, это прям вообще на первом месте. Я очень люблю французские сидры. Они обычно не такие кислотные, как, например, там испанские, испанские, да, самые кислые получаются. Я не очень люблю, когда твое лицо сужается просто в точку. Для меня французские, они самые кайфовые, самые такие приятные, очень многогранные, и вкус у них... Ну, если вы дальше захотите погрузиться в данный процесс именно сидра, то питнат, да, правильно сказал? Питнат. Питнат. Это будет для вас совершенно новое открытие вкусов. Это в топсовской сидре. В топсовской сидре, да. Мы их там пробовали. Но это совершенно другая история. Готовьтесь к беденце. Ладно, друзья, будем закругляться на нашем обзоре животрепещущей темы на сегодняшний день. Это отравление как недоброкачественным или... Контрафактным товаром. Друзья, самое главное, что мы бы хотели для вас пожелать, не скупитесь на напитки, на любые вообще, в принципе. Пейте хороший, качественный, как бы это ни прозвучало, алкоголь. Вот. Хоть он и несет вред для вашего здоровья и для нашего в том числе, но лучше, пускай это будет минимальное, как его, последствия, чем смерть. Ну, естественно. Да, так что знайте, что вы пьете, берегите себя и, как обычно. По традиции, всем рахмет!